Всем привет, друзья! С вами Лориэль, и мы продолжаем наше приключение в Скайриме. Так, на чём, собственно, мы тут с вами остановились? Нужно немножечко разобраться. О зале мёртвых это окей. Давайте, наверное, я мотну сейчас в Рименвуд. Вот, отдам, там у меня, если память мне не изменяет, осталось некое письмецо. Нужно его отнести, отдать одному товарищу, и потом двинем дальше. Так, куда мне нужно, я правда не знаю. Ага, всё понятно. Спящий великанчик, старая добрая таверна. Здесь её любят все. То, что Коготь вернулся на своё законное место, много для нас значит. Благодарите. Жил до вл. Рагнарыжий героем, он rise. Как-то раз он в альтрам ненадолго прибыл. И он хотел, чтобы я думала, что это был в ссалов? Спаси же тебе за меня, может поговоришь и я и с Пэндром, но уверена, что он тоже захочет поблагодарить тебя за заступление. Но вдруг Рагнарыжий, как люди... Однако... С этим все понятно. Десантируемся. Так. Говорить с Фэндалом. Где там Фэндал? Блин, у меня тут столько стикеров всевозможных. Ага. Наверное, мне показалось. Блин. Окей. Ждем немного. Ну, не немного, а полдня. Прошу тебя прекратить. Ну вот, хорошо, что мы с этим разобрались. Так, давайте еще часик. Подождем пока цветочки. Твоя волчья ухмылка как-то напрягает. Да ты успокойно, не волнуйся. Главное не волноваться. Что тут у нас? Лук, лучок. Ой, капуста. Не, не надо. Слушайте, а картофан, конечно, очень интересно так выглядит. Прямо такие деревья. Ага, Фэндал уже куда-то сбрился. Все ясно. А, он здесь. Ривервудский торговец. Ну вообще, Ривервуд. Я ценю твою помощь. Пожалуйста, возьми это. Мне удалось скопить немного золота, работая на лесопил. Ну что ж, идем. А в смысле, куда мы идем? Я прямо за тобой. Хорошо, буду здесь. Так, все с этим я так предполагаю. Ясно. Сваливаем. Так, что у меня есть еще интересного? А интересного это у нас... Конечно, можно отправиться поговорить с Ярлом Фолкрита. Но мне как-то пока не очень хочется. А хочется мне отправиться вот сюда, на пост Септимя Сигония. Для чего? Для того, чтобы наконец-то отдать ему всю ту кровь, которую мы собирали по всему Скайриму. Вот он, за гранью обыденного, называется квест. И теперь мы можем наконец-то его завершить. Только не забываем сейвиться, потому что мало ли, что тут сейчас будет. Приветствую. Я их почти слышу. Я чувствую их жизненную энергию. Идем. Я приготовлю смесь. Ну давай, успехов. Приготовил? А, этот персонаж занят. Окей. Ах, ни хрена себе. Так, ну я, короче, готов. Ого. Просто вау. И что же нас ждет? Огма Инфинум. Что это? Это... Это просто книга? Я вижу. Ё-моё. Ага. Заберем. Заберем. Так, что за звуки? Непонятные мне звуки. Ну давайте. И что мне? И... Ооо. Откратительная бездна. Вреди, о, герой. Что теперь? И тебе дарован мой Огма Инфиниум. В нем содержатся знания леков. Открытые к Сарсису, моему верному рабу. В сотни лет он был скрыт от мира. Септиний стал инструментом его открытия. Теперь он в твоих руках. Давай творить чудеса вместе. Нет, ты мне не нравишься, дружище. Так. А что по поводу книги? Перед вами расстилается океан познаний. Выберите раздел, который хотите прочесть. Ага, понятно. Ну давайте, я думаю, путь силы. Так. Ну вот мы и заюзали эту книженцию. Эээ. О, у меня даже два очка. Так. На-на-на-на-на-на-на, зачарование. Что у нас тут? Хотя нет. Зачарование еще успеем. Я хотел... Эти... Ааа, взлом. Вот, карманные кражи хотел еще поднять. Ааа, тут болт, а не карманные кражи. Ясно, жаль. Что насчет это? Это можно. Прикольно. Что по поводу алхимии? Тоже интересно. Ааа, но мне надо... Наверное, кузнечное дело вкинуть немного. Почему бы нет? Потому что рано или поздно мне придется их тоже качать. Ааа, луки у меня еще не скоро апнутся до сотки. Хотя, 94, но опять же. Тут надо 100. И... Ну, на это уйдет время, конечно. Ааа, что я могу отсюда забрать? Наверное, все, да? Оно тут все равно уже никому не нужна. Ооо. Скума. Возьму. Так. Ну, а все остальное тут у него, в принципе, барахло было. Ясно? С этим все понятно. Конечно, был такой долгий достаточно квест. Но, увы... Увы, увы, слишком он как-то... Быстро закончился-то. Куда можно отправиться-то нам с вами? Давайте в Фолкрит поговорим с Ярлом Фолкрит. Он у нас уже достаточно давно висит, эта заданица. Сбегаем, почирикаем с ним. Так. О, дай угадаю, ты ко мне. Я тебя повсюду ищу. Тебе просили кое-что передать. Лично в руки. Посмотрим. Это от полка Огнеборода и Синего Дворца. Высоко же твои друзья сидят. Ну, вроде все. Ладно, мне пора. Давай, до свидульки. Говорят, стражи рас... Так, а что это мне передали? Книги. Аллорель, в последние дни открылась тревожная информация о событиях в пещере волчий череп и происходившем там ритуале. Призыв и призывание, которые тебе удалось перервать. Учитывая твою вовлеченность в это происшествие, я прошу тебя возвратиться в Солитьют. И еще раз помочь нам, я опасаюсь, сообщать все подробности письменно. Давай встретимся в Синем Дворце. Опа! Вот это поворот. Конечно, я прибуду, разберусь. Скоро буду. Сейчас я только с Ярлом побеседую и возвращаемся в Солитьют. Тань, братишка, что там такое? Ты хотел перечирикать. Ты и уши, и те и другие повсюду. При дворе есть покой для нового Тана. По большей части это просто почетный титул. Но и у него есть несколько привилегий. Однако даровать этот титул я могу только тому, кто известен в моем владении. Помогай моим людям. Тогда я сделаю тебя Таном. Почту за честь. Тогда ступай. Так, помочь жителям Фолкрита, да? Понял. Тебе помощь, походу, не нужна, да? Может, здесь? Ну, я хочу купить, да? На продажу нет, но я могу предложить отличный участок земли, где можно построить собственное жилище. Эм, но не. Рада видеть тебя. Ярл объявил награду тому, кто победит дракона, наводящего ужас на окрестности. Вот здесь все подробности. Взгляни. Так, указ о награде. Желаю тебе приятного... А, ну-ка. Предметы. Пара-пара-папа. Где что-то? А, вот книги. Указ о награде. У меня этих указов, блин, хреново тучи. О-о-о, да, мне их тут искать. Может, здесь? Нет. Выше. Ладно. Так, а ну-ка, Элька. Ага, надо убить дракона. Отправимся сейчас туда. Быстро убьем его. Возможно, получим жилище себе. Вот, и в дальнейшем, друзья мои, отправимся в Селитюд, как я и собирался, собственно. Так, а пока... Непонятно, куда мне... Надо, я думаю, выбраться из города для начала. Блин, тут везде горы. Ай, блин. Хрен поймешь. Так, что у нас? О, да, я, походу, в нужном направлении. Ага. Так. Все, я побежал в горы. Да, как раз. Я, кстати, еще... Сейчас же немного свичнулся в легкие доспехи, поэтому... Мне гораздо проще бегать. Так как... Не так быстро устаю. Не знаю, сюда мне или нет. Что тут у нас? Ох ты, блин. Ты че такое? Ты мощное существо. Но не мощнее меня. Наверное. Интересно. Цветочки пособираю. Цветочки пособираю. Сундучок. Не густо. Понятно, особо тут ловить нечего. Двигаемся куда-то дальше туда. Походу, я не совсем туда свернул. Выходим обратно на дорогу. Побежали дальше. Так, не знаю, что это. О, черт. О, черт. Это что такое? Не попадая. Ой-ой-ой. Страшно тут у вас. Сейчас. 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 Заберусь я к вам. Один момент. Когда ты умрешь, тебя будет гораздо легче гравить. Ну-ну. Все. Ах ты, падла. Получай. Еще разочек. Хорош. Так, это все мы забираем. О, неплохо. Лельфийский лук. Возьмем. Впарим кому-нибудь потом. Не знаю, конечно, что тут за дела. Но, возможно, мне куда-то туда. А может и нет. Черт его знает. Непонятно пока ничего. Дай. Что тут у нас? Ручей, ручеек. А еще пачка бандюганов. Минус один. Слышь, братан. А вот что я скажу. Лови. Вот и поговорили. Так. Зефирку обратно. Мне, конечно, эти ребята не особо интересны, но... Что тут у нас? Так. Куда-то к дракону. Куда-то к дракону наверх, но... Пока не совсем ясно, как туда забраться. В общем, сейчас разберемся. Сейчас разберемся. Ну, возможно, по реке доберемся сейчас. А может и нет. Что это у нас? Сундук. Пять отмычек. Очень даже. Записки о драконе. Заберем. Так. Карта. Не совсем езжаю пока куда мне. Но... Бежим наверх. Попытаемся забраться в гору. Так. Всеми возможными методами. Там разберемся потом. Так. Не удивлюсь, если мне все-таки сюда. Возможно, нужно пройти сквозь этот проход. Так. Ага. А я-то думаю, что... Теперь ясно. Золотишко забрал. Спасибо. Тролль. Слободен тролль. Коза. И что? И никакой руды прям нету, да? Печальненько. О, а вот это, я думаю, и выход как раз к дракону. Ну, по крайней мере, хотелось бы в это верить. Ну, похоже, я прав. Получи. Так, давай. Сразу магия. Крики. Драконобой. Следующие предметы. Оружие. Надо чем-то интересным. Ну, а интересное у нас будет это... Эбонитовые стрелы. Слышь, братан. На. Я думаю, тебе самое время... Получи. И еще раз. Старейший дракон. Ох, как он меня освежил. Так, предметы. Зелья. О, ай-яй-яй. Зелья. Опа. Ай-яй-яй. Блин. Ну, как же так? Ай, мало хитпоинтов. Слишком было. Я что-то завтыкал маленько. Но бывает. Ну, ничего. Так, предметы. Оружие. Эбонитовые стрелы. Сейчас ему выдам. Что, нет? Ладно. Ой-ой-ой. Так. Зельица. Так. А где мои... Лечения, которых у меня там сильно много бутылок? Так. Тааак, еще одна хилочка. Давай. Что-то взлететь хотел, животное. Палучи. У меня, правда, произошло уже переключение. На абсолютно ого. Эбонитовую булаву заберу. Да и это заберу. Хорош. Что у нас здесь? Животное. Дружба со зверями. Поглощение дракона. Отлично. О, я получил достижение. Охотник на драконов, друзья мои. Not bad. Возвращаемся в Фолкрит. Кстати, мои крики. Надо мне стремительный рывочек. Что это было? Ничего вам всем показалось. Дракон успешно уничтожен. Осталось только сдать заданец. Уважаемый. Ход древних больше не предоставляет опасности. Великолепно. Это просто неоценимая услуга. Получи свою награду. Спасибо. С этим медведем я хотя бы привык иметь дело. Я понятно объясняю. Во-первых, я бы не опустошал казну Фолкрита, чтобы покупать себе красивую одежду и дорогую выпивку. Во-вторых, я бы не связывался с преступниками и прочими, кто издевается над честными людьми ради выгоды. Я, может, и стар, но не забыл, что первый долг Ярла заботится о своем народе. Понятно. Не спал никому чего лишнего. Вы враги и ураги, и те и другие по всему. Что, похоже, там еще недостаточно. Я думал, что, возможно, хватит выполнить это задание с драконами, и тогда он мне выдал бы домик у себя. Походу, ошибочка не выдает. Жаль. Надо бы еще у кого заданиться, какое взять. Сейчас пробежимся по городишке. Дружище, у тебя работы нет? Конечно, я смогу его поймать. Хорошо. Если поймаешь, заработаешь немного золота. Вот тебе мясо на приманку. Поищи на дороге около города. Окей. Так. Я думаю, что это задание, наверное, где-то в разном. Сбегаем быстро. Попробуем его выполнить. Дружище. Тебе здесь нечего делать. Фолкред славится своим. Окей. Ты можешь отнести его прах Руниллу, жрецу Аркея. Он благословит... Конечно. Спасибо. Обращайся. Прах Берита. Тоже добавим. О, так гляньте, оно тут все по пути. Вообще хорошо. Сейчас сделаем. Опа, вот и койот. Ты что, говорящий? Скайрим пишет великаны, летучими ящерицами и двуногими кошкалюдьми. А тебя удивляет говорящая собака? Да. Я заговорил. И буду говорить, между прочим. Видишь? Меня зовут Барбас. И у меня есть одна проблема, которую ты, как мне кажется, без труда решишь. Ты с хозяином слегка рассоришь. Начали спорить однажды несколько публиканцев. Он выпинул меня прочь, пока я не найду кого-то, кто уладит наш сбор. Я рассчитываю, что это будешь ты. Спаси Эймар. С тех пор, как он меня прогнал, файл здорово ослабил. Больше не может проявляться вдали от своих свиней. Насколько я знаю, в пещере Хеймара у него есть подгодник. Там мы сможем с ним поговорить. О, блин. Если все получится, обещаю, ты получишь награду. Только не доверяй никаким его предложениям. Ну вот. Хорошо, что мы с этим разобрались. Так. Что-то пошло определенно не так. Ай-яй-яй-яй-яй. Собака друг Деедра. Ну, это понятно. Это клавикус вайл. Это значит, что... Возможно... Возможно. Опять же. Основной тут момент. Что... Я получу шлемик. Это будет интересно. Цветочки по пути. Соберем. Они тут все равно никому не нужны. Веди меня. Сусанин. Так, друзья мои. Наверное, я думаю, что мы на этом остановимся. И в следующей серии продолжим путешествие с этим забавным псом. И увидимся уже с вами там. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!